И снова здравствуй, зритель. Сейчас я тебе обозрю, что я сегодня купила. А потом пойду резать мыло. Мне уже вот прям такой вот мандражик хочется порезать это чёртово мыло. В общем, у меня закончился практически стиральный порошок. А мне надо постирать шапочку, которую вязала моя подруга, и рукавички, которые вязала моя бабушка. Беленькие. Вязали в разное время, но они как компалектик. Порошочка-то бы осталась в гулькин нос. А подруга, которая вязала шапочку, вроде как хотела мне на дыре подарить порошок стиральный, но хэзэ, когда мы с ней пересечёмся, в силу разных обстоятельств, порошок надо. У меня, конечно, есть и риэлевские капсулы, но, как сказала моя тётя, ими удобно стирать всякие типа куртки. Одна куртка, одна капсула, одна сырка. А так как я как бы в стиральных порошках, ну совсем на бельмеса, и первый стиральный порошок, который мы купили к нашей стиралке на 10 месяцев, его хватило сейчас мая, июня, июля, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. На 10 месяцев его хватило, короче. Он был вот такой. И я, значит, ориентировалась в стиральных же порошках, как я уже сказала, не бельмеса, я не знаю, там вот бывают для ярких цветов или что-то в этом роде. А можно ли этими яркими цветами стирать какую-нибудь тусклую вещь, какую-нибудь чёрную или там белизна или ещё какая-то хэр. В общем, я в этом дундук. Поэтому я купила то же самое. Внезапно оно было в магните. Лаванда, 360 градусов, комплект Солюшн. Персил, немецкий стандарт качества, без фосфатов. 3 кг. Равно 20 стирок, но у меня выходит намного больше этих стирок, типа Бош, Сименс, Персил. 250, грубо говоря, 260 рублей, без каких-то копеек. Сейчас у нас магнит идёт. Я думаю, в других магнитах тоже так идёт. В общем, вот. Я купила себе воду. У меня где-то тут чек есть. Чё-то вот захотелось мне воды. Аштау относится к типу Боржомской. Боржомский. Это, знаете, когда поздно пить Боржоми, почки отвалились. Вот почки на месте. Пить Боржоми не поздно. Старый источник, 1925 год. Какая она тяжёлая, ё-моё. И она газированная. И вылилась она совсем недавно. В эту бутылочку. Вылилась. Ой, это мой кошелёк. У меня теперь есть кожаная сумочка. У меня как-то был запрос на СМР постучать ногтями по кожаным вещам или кожзаму. Вот кожзам есть, а теперь ещё есть кожаная сумочка к кошельку. Я думаю, как-нибудь постучу вам. Ох-ох-ох. Так. Ой-то у меня тут ещё. Оно что-то было по скидке около 40 рублей без копеек. Тут у нас зваки высшего качества. Хлопья овсяные с отрубями. 100% натуральный продукт. В составе действительно хлопья овсяные и отруби овсяные. Сделано в начале февраля сего года. Совсем недавно. Тут, оказывается, можно не только молоком залить, но и водичкой. О-о-о! Мя-тим. Финский контроль качества. Я, правда, уже давно этим скидками занималась. Может быть, как-то и переврала. Кто, кстати, делает на самом деле это мя-тим? Кто делает? Делает кто? Эй, Динь, написано, кто тебя ваял. М? Кто тебя делает? Мать-ти РФ. А я думала мя-тим. Я забыла, как там читается с двумя точками наверху. Раз РФ, значит, видим овражки. А, вот тут на жопе еще что-то есть. Может, тут сказано, кто этого ел. Изготовитель завтраки... Златино завтрак. Трио. Москва. Юридический адрес производства Татарстана. Офигеть. Ну, в общем, это, видимо, филиал этого самого мя-тим. Ну, короче, вот. У меня как бы есть овсянка и даже есть где-то эти самые отруби. Одна порция 40 грамм содержит 130 калорий. Экспресс. Три минуты и готово. Я даже не глянула, когда покупала, сколько ее варить. Я сначала что-то подзависла, потому что в этой мя-тиме видела только эти самые мюсли. Но мюсли я варю по умолчанию, потому что для меня они жесткие в любом виде. Так, я купила себе, хотя у меня еще осталось немножко ферри. Там что-то какой-то дохрена экономичный ферри. Уже месяца на три, наверное, его хватает. Гель, актив, умноженный на два сорти лимон. Тридцать два с копейками. Так, я купила себе что-то по скидке. Баночку маленькую сока. Гранатовый сок. Восстановленный с сахаром. Так, у меня тут даже где-то чек-то был. Чек-чек-чек. Минералка, короче, тридцать пять без копеек. Тридцать четыре девяносто. Матти тридцать пять. Девять девяносто. Сок гранатовый тридцать четыре девяносто. Вот этот. А этот, оказывается, без копеек. Он двести пятьдесят девять. Я думала, он с копейками, которые лаванда-стиралка. Тридцать два девяносто. Бальзам. Вот этот самый сорти для рук. Лавашик. Завтра он издохнет. Ну, у него срок годности с пятнадцатого по восемнадцатый. Я сегодня вроде семнадцатый. У меня там рыба есть. И есть сыр. Рыба-то может как бы еще полежать, а сыр-то, наверное, надо сожрать. Хотя, может, в этот сыр покрошить чесночка и рыбу оставить. Вот, точно. Я хотела сначала делать рыба творожок, как делала на день рождения, и лавашик. А так как рыба может полежать, я гляну, сколько она вообще может полежать, то я, наверное, у меня же там еще морские животные есть. У меня столько еды, я теперь могу ни хрена не тратить денег, только есть, 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 есть. Ну, короче, надо дожрать то, что у меня есть. У меня его что-то до хрена этой еды. И, короче, этот, да, сделать тогда чесночка, укропчика, зафигачить в этот сыр и сделать этих рулетиков. Банан я себе купила еще. И все по ходу дела. Вот больше ни черта нету. Все это вместе у меня на 460 рублей 91 копейку. Как-то вот. У меня там на Киви есть виза, виза Киви. Я думала ей расплатиться, но я что-то так вот это все набрала, думаю, у меня там только 800 с копейками висит. 829, ну, как-то так. Безконтактная оплата. Как-то, блин. А тут у меня, наверное, на тысячу чей набралось. Я что-то как-то не включила мозги в этот раз с счетной машинкой. Оно вышло-то всего половину. В общем, у меня такой обзор еды. Всем спасибо за просмотр. Не уходите, не уходите. Я сейчас достану. У нас тут есть такой Гришка Горбушкин. Он что-то все залипает на эту книжку. Вот тебе, Гришка Горбушкин, позалипай. А еще есть люди, которые почему-то считаются, что у тебя есть книжка «Мы славяне», которую написала Мария Семенова. Популярная энциклопедия, между прочим, которую моя мама покупала еще в 98-м году. Производство Санкт-Петербурга, издательство «Азбука», то вы обязательно язычник. Вот знаете, вот то ли Мария, как ее там, короче, вот это существо, которое звать на самом деле, я подозреваю, не Марина. В общем, то ли это существо дуро, то ли я что-то не догоняю. Вот люди, ну как вот это вообще можно соотнести? Книжку с религией. Вот теперь всем пока!